Приветствую вас! Я бы не сказал, что с точки зрения психологии имеет смысл говорить об отношениях вот в таком ключе, в ключе того, что кто-то может быть кому-то судьбой, а кто-то кому-то судьбой быть не может. Мне кажется, что с точки зрения именно психологии, с точки зрения психологии, имеет смысл говорить исключительно о том, что есть на данный момент. А на данный момент есть только одно, что вы по факту не вместе до сих пор. То есть, несмотря на то, что вы столько времени друг друга знаете, несмотря на то, что вы общаетесь друг с другом и прочее, 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 вы все равно не вместе. И может быть, может быть, вы боитесь ответственности за серьезные отношения. Может быть, вы относитесь к себе как-то не так, как могли бы относиться к себе. Может быть, мужчина, например, боится близости. Такое, в принципе, тоже может быть. Но правда заключается в том, именно правда заключается в том, что вы не вместе. Если за столько времени вы не стали вместе, то очень маловероятно, что вы сможете все-таки вместе быть. А если и будете, то, скорее всего, ситуация будет такова, что ожидания от отношений будет гораздо больше, чем сами отношения. И вот эта проблема, на мой взгляд, действительно очень серьезная. Поэтому, прежде чем задумываться о своей судьбе, прежде чем думать о том, судьба ли у вас это или не судьба, на мой взгляд, было бы корректнее по отношению к себе определить, чего вы хотите. Определить, что вам надо. Определить, что вам нужно. Определить свои желания. Определить, что вы чувствуете к мужчинам. Опять же, к мужчине тому, например, с которым вы находитесь или находились в отношениях. Почему-то же, почему-то же снова и снова вы выбирали этого мужчину, а не того, с кем вам нравится общаться. С другой стороны, на мой взгляд, очень важно понимать, что общаться, общаться, дружить с мужчинами, это не то же самое, что быть в отношениях. Понимаете? Какая штука. Поэтому, вполне вероятно, что ситуацию имеет смысл изучить более подробно. Ну, например, почему вы выбираете такие отношения, в которых, по сути, у вас ничего не получается. Вот. Знаете? Которые не дают чего-то вам. Которые для вас не выливаются в семью. Например. Такая вот история. С точки зрения психологии, например. Как бы так сказать. Идея судьбы является попыткой переложить ответственность себя на, вот в данном случае, судьбу. Но только вы, сами, ответственны за свою жизнь. И за то, как складываются отношения с мужчинами. И, кроме вас, вряд ли может кто-то это изменить. Поэтому, постарайтесь, может быть, с помощью психолога, может быть, самостоятельно разобраться с тем, что вы хотите. Вот. Понимаете? И убедитесь в том, что те обстоятельства, которые были 6 лет назад, не исчезли. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует.